всем привет это хроники войны с татьяной поповой сегодня 96 день войны и мы поговорим о том что происходит на фронте с экс-сотрудникам генштаба вооруженных сил украины полковником вячеславом селезневым владислав привет слышишь меня на слабожанском направлении на харьковском прежде всего основные усилия подразделения российской федерации сосредотачивают на удержании занятых позиций и не допущение дальнейшего продвижения наших войск границы если можно вы видите карту харьковского направления она там достаточно четко показывает да вот противник производит огневые удары к северу и к северо-востоку от харькова в районах русские тишки черкасские тишки русская зала лазовая борщевая и победа она тут же вот славянское направление которое здесь указано а именно изюм прежде всего производится переграпировка войск для возобновления наступления в направлениях изюм барвинковая и изюм славянск владислав прокомментируй пожалуйста да более предметно по харьковском направлении наше подразделение в первую очередь это два батальона территориальной обороны в течение минувших двух недель проводили наступательные действия в направлении казачьей лопани это приграничный городок на границе белгородской и соответственно харьковской областей российское командование оценив все риски связаны с этим наступлением и выходом украинских войск на государственную границу ввели дополнительные резервы для того чтобы остановить это наступление украинских подразделений еще раз подчеркиваю подразделение территориальной обороны сил обороны украины то есть это вчерашние учителя преподаватели рабочие то есть люди специалисты не военных специальностей но тем не менее они с оружием в руках защищают свою землю своих родных и близких практически подошли на некоторых участках до 5 до 10 километров до госграницы российская армия была вынуждена задействовать свои резервы которые находились на территории белгородской области и в настоящее время они активно используют артиллерию ведут огонь по нашим наступающим подразделениям территории белгородской области соответственно наступление наших войск наших сил затормозилась потому что это это критический риск для жизни и здоровья наших военнослужащих наше подразделение занимает оборону и соответственно наступление не проводится хотя безусловно направление это крайне важным и важное потому что направление и если смотреть вдоль госграницы на восток то это направление на вовчанск и соответственно немножко южнее на купинск является крайне важным для украинских силы обороны для того, чтобы прервать ту самую логистическую цепочку обеспечения тыловыми подразделениями действий российской оккупационной армии, в том числе и на Изюмском направлении. И, безусловно, российские генералы это четко оценивают и кидают в бой все имеющиеся у них резервы, дабы остановить наступление украинских подразделений на этом участке российско-украинского фронта. Мы слышали вчера заявление президента Украины Верховного Главного Командующего Владимира Зеленского, который говорит о том, что примерно треть Харьковской области на сегодняшний день находится под оккупацией Российской Федерации. Безусловно, работы у наших военнослужащих еще предстоит немало, но об этом я думаю мы позже поговорим, когда будем оценивать поставки военно-технической помощи от наших западных партнеров. Что касается ситуации вокруг Изюма, мы слышим от спикеров генерального штаба, что там сейчас российская оккупационная армия проводит определенные перегруппировки сил и средств, ведет артиллерийский огонь по нашим позициям, использует тактическую авиацию, это фактически штурмовики класса Су-25, так называемые «грачи», для того, чтобы не дать возможность действовать активно, контрнаступать нашим подразделениям. То есть ситуация достаточно динамичная, но в настоящее время Изюмское направление не является основным театром боевых действий, потому как, если мы смотрим дальше по сводке, иные направления российско-украинского фронта являются наиболее такими критичными и наиболее жесткими. Да, и насколько мне известно, действительно, в Изюме сейчас ни украинская, ни российская армия не производит каких-то сильных контрнаступательных операций, соответственно, там более-менее тихо. Это я знаю от моих знакомых журналистов, которые там работали в последние несколько дней. Но хочу отметить, что Владимир Зеленский вчера побывал в Харькове, побывал в Харьковской области на передовых позициях. И, кстати, Харьков после этого очень жестоко обстреляли. По-моему, даже еще пока Владимир Зеленский находился в Харьковской области. Донецкое направление. Войскам России основные усилия сосредотачивают на введении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Лисичанск и Северодонецк. Сегодня утром стало известно, что в Северодонецке идут городские бои, уже, и также пытаются заблокировать нам основные логистические пути из Бахмута, соответственно, в Лисичанск. На лиманском направлении враг закрепляется в Лимане и проводит группировку войск для дальнейшего наступления. Что ты можешь сказать на эту тему? Вот у нас карта подробная. Традиционно, карту я помню на память, потому как этот регион, я знаю, начиная с апреля-мая 2014 года, от начала проведения антитеррористической операции, поэтому практически все эти города, дороги, помню, наизусть. Карта мне не очень нужна в плане оценки ситуации. Обращаю внимание на то, что достаточно аккуратно представители генерального штаба оценивают ситуацию вокруг агломерации Северодонецк и Лисичанск и ситуации, связанные с боями рядом с Лиманом. Более эмоционален и более откровенен в своих оценках Сергей Гайдай, который достаточно четко и жестко оценивает обстановку, в том числе и Северодонецкий, акцентируя внимание на том, что фактически 90% жилого фонда этого города уничтожено российскими оккупационными войсками, из них 60% домов не подлежат восстановлению. То есть фактически город уничтожен, уничтожены все основные коммуникации, энергетические и прочее, которые обеспечивают жизнедеятельность этого города. То есть ситуация там крайне сложная. Идут фактически городские бои. Мы знаем, что с двух сторон идет наступление в этом городе, с северо-востока и юго-востока. Российская оккупационная армия пытается атаковать город. Это мы говорим про Северодонецк же, правильно? Лиман-то под контролем России. Да, мы говорим про Северодонецк. Именно там сейчас наиболее сложная ситуация. С одной стороны, я понимаю, что ведение городских боев является одним из самых сложных видов боя, но тем не менее, соответствующие резервы, с потерями которых российские оккупационные войска не считаются, дают свои результаты. Наши подразделения вынуждены маневрировать, на отдельных участках отступать. И безусловно, ситуация там крайне сложная. Мы понимаем, что в настоящее время полностью город Лиман находится под контролем российской оккупационной армии. В настоящее время там происходит так называемая перегруппировка войск. То есть, россияне снова же таки подтягивают резервы, а далее, чтобы определяться, куда они будут ввести свои войска в наступление. Полагаю, что, скорее всего, в направлении Славянска для того, чтобы усилить действия российских оккупационных подразделений, которые пытаются действовать со стороны Изюма, по той трассе Изюма-Славянск, будут пытаться атаковать наше подразделение. То есть, под угрозой в настоящее время находится и городская агломерация, перспектива, городская агломерация Славянск-Рамоторск, и те заявления представителей местных органов самоуправления, в том числе Славянска, которые говорят, обращаясь к мирным жителям этих городов, дорогие наши жители, эвакуируйтесь, потому как мы на пороге масштабных изменений и риск ведения серьезных боевых действий с активным использованием авиации, артиллерии российской стороной, что, в свою очередь, приведет к значительным и масштабным разрушениям в этих городах, безусловно, очень велик. Поэтому, безусловно, внимание на события в районе Лимана, в районе Попасной, а там наши подразделения вчера провели ряд удачных контратак, на некоторых участках отдавили оккупационные войска Российской Федерации, потому как они в своем стремлении загрязли чем больше территорий нашей земли, загоняют себя на заведомо неудобные позиции. Украинское подразделение при поддержке украинской артиллерии имеет возможность уничтожать эти атакующие силы врага, и на некоторых участках проводить определенные контрнаступательные действия. Но в любом случае, если мы берем именно восточное направление, наиболее сложная ситуация это северо Донецк, Лисичанск, это попытка уничтожить пути снабжения между Бахмутом и Лисичанском. Я сразу вспоминаю события февраля 2015 года. Мы прекрасно с вами помним ту самую дорогу жизни, которую соединяла осажденная окруженность всех сторон Дебальцева с большой землей. И именно по этой дороге российские танкисты в феврале 2015 года вели активные обстрелы с целью уничтожать не только логистические маршруты, которые обеспечивали украинские подразделения, находящиеся на Дебальцевском плацдарме. Они просто уничтожали автомобили с мирными жителями, эвакуационные караваны с целью нанести как можно больший урон гражданским лицам, которые успешно эвакуировались из осажденного Дебальца. Да, Бахмут действительно производит такое впечатление мирного города вроде бы, а потом внезапно происходит авианалет, например. Это вот то, что мне рассказал опять-таки мой знакомый, который там был пару дней назад. Значит, на Бахмутском направлении осуществляют также перегруппировку войск, ну, с тем, чтобы уже прежде всего для наступления в направление Александрополья и Камышеваха. На Кураховском и Новопаловском направлениях противник активных боевых действий пока не вел, совершает огневое поражение наших территорий, в том числе с применением оперативно-тактической и армейской авиации. Если можно, прокомментирую вот это и прокомментирую еще. Правильно я понимаю, что они просто глубоко не залетают на контролируемую нами территорию, поэтому мы, ну, там, минимально можем сбивать их какие-то летательные объекты. А что происходит на Кураховском направлении? В течение 8 лет, начиная от лета 2015 года, наше подразделение активно усиливали оборону на направлении Маренко-Курахова. Там много глубоко эшелонированная оборона, есть соответствующие долговременные огневые точки, есть пристреленные участки местности, пристреленные украинскими артиллеристами, и наше подразделение, которое дистанцируется на этом участке российско-украинского фронта, имеют возможность действовать максимально эффективно, нанося поражение врагу, где бы он на этом участке фронта не пытался нас атаковать. Именно поэтому затяжные достаточно бои идут, именно поэтому в течение долгого времени в лоб российская оккупационная армия не может пробить нашего рану. Равно такая же ситуация происходит на Авдейском направлении, там тоже враг фактически три месяца лупит в лоб и по нашим подразделениям не в состоянии ничто сделать, никоим образом преобразовать свое численное, в том числе военно-техническое преимущество, в какие-то достижения, связанные с выдавливанием наших подразделений с тех позиций, где мы и ныне находимся. Поэтому бои идут, бои идут достаточно жесткие, с применением авиации, но тут очень важный аспект, на который обратил австрийский эксперт Том Купер, он говорит о том, что как бы громко ни звучало, штурмовая авиация и ее боевая работа, речь идет про российскую штурмовую авиацию, с учетом того, что подразделения наших войск, украинских войск достаточно серьезно насыщены средствами, портативными средствами, которые позволяют работать против этих штурмовиков, российские летчики крайне осторожно действовать, не входят в зону действия украинских ПВО, совершают пуски в том числе неуправляемых ракет за пределами действия украинских ПВО, то есть фактически не пересекая линию фронта, и чаще всего эти ракеты летят в белый свет как копеечку, не нанося серьезного урона нашим подразделениям. Хорошая тактика наших украинских подразделений связана с тем, что оборона наших войск не только прекрасно насыщена противотанковыми средствами, но и средствами борьбы с самолетом дает нам ту самую уверенность, что огневое влияние российской штурмовой авиации на наши подразделения незначительно. Что нельзя сказать об огневом влиянии российских артиллерийских средств. Мы видим, что в последнее время российские артиллеристы перенимают опыт украинских гармошей, корректируют введение артиллерийского огня с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вчера неоднократно обрекала информация о том, что русские оккупанты начинают все активнее использовать дроны камикадзе класса КУП, достаточно опасное оружие, которое позволяет наносить точечные и максимально эффективные огневые поражения по нашим позициям. И тут, безусловно, опять же, добавляются работы нашим подразделениям противовоздушной обороны, потому как каждый уничтоженный дрон камикадзе это спасенные жизни, спасенные здоровья наших военнослужащих. Кстати, не так давно слышал умозаключение еще одного эксперта, это азербайджанский эксперт Гилли Рустамадзе, который говорит о том, что фактически эту войну, если мы ведем речь ее динамики и в скорейшем благоприятном исходе для украинской армии можно выиграть с помощью буквально тысячи, может быть, полутора тысяч дронов камикадзе, которые мы вполне по силам произвести и передать нашим западным партнерам, а соответственно украинским военнослужащим, пройдя краткий курс обучения, эффективно использовать такие виды поражения по врагу. Так, запорожское направление. Усилили группировку россияне за счет перемещения из Мелитополя в направлении Васильевка техники, танки, грузовики с каким-то оборудованием и боеприпасами. Как ты можешь прокомментировать это? Татьяна Валерьевна, прекрасная история. 120 единиц бронетехники в абсолютном своем большинстве это танки Т-62. Прекрасный танк, выпущенный в начале 60-х годов. Такая себе глубокая модернизация более раннего танка Т-55. Он вообще выпускался после Второй мировой войны советским средним машиностроением. То есть древняя болванка бронирована с одной стороны. А с другой стороны если этот танк зарыть в землю, создать соответствующие условия для его военной эксплуатации, автоматически этот танк превращается в долговременное огневое средство, достаточно серьезно защищенное и способное вести достаточно долгое время оборонительной бои. То есть фактически российская оккупационная армия на этом направлении формирует определенный бронекулак, оборонительные позиции. Мы слышали с вами неоднократно, что в настоящее время российская оккупационная армия создает уже третью линию обороны, потому как прогнозируют, что украинская армия при получении соответствующих военно-технических резервов от наших западных партнеров будет иметь возможность не только эффективно сдерживать противника, но и переходить на многих участках фронта в контратаке и выдавливать российские оккупационные войска с территории нашей земли. Совершенно очевидно, что ключевой момент в этом процессе наши все эксперты связывают с достаточным количеством средств огневого поражения. В первую очередь крупнокалиберных артиллерийских систем класса М3-7 либо их аналогов на самоходном шасси. Точное, эффективное и достаточно жесткое по отношению к врагам оружие, которое позволяет с минимальным расходом боеприпасов уничтожать фигуристки все огневые точки противника проводить эффективную контр-батарейную борьбу и, соответственно, уничтожать все огневые средства, живую силу и бронетехнику противника. Насколько я понимаю из заявления даже министра обороны и, насколько я слышала, когда еще начиналось только обучение наших военных, эти М777 и МГАУБИЦы они уже в войсках на 85 или 90 процентов на линии фронта. Да, порядка 100 штук Тегаби передала нам американская сторона, плюс мы получили два транша от наших партнеров из Австралии, плюс 7 единиц такого класса оружия, но самоходки, это артиллерийская система класса Цезарь, мы получили от французов, плюс еще ряд наших западных партнеров передали эту технику, в том числе и пришли они к нам от Чехов, от Чехов там артиллерийской системы, класса Дана, тоже с 55-го калибра, то есть достаточно серьезное подкрепление, серьезное, но недостаточно, потому что мы понимаем, что соотношение... Недостаточно по количеству или это просто недостаточно? По количеству? По количеству, потому как мы опять же слышали из заявления президента нашей страны соотношение артиллерийских средств на некоторых участках фронта в пользу россиян составляет 1,5. Безусловно, при таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу крайне-крайне сложно. То есть наши орудия точнее, дальше, но их намного меньше. И с учетом того, что у наших уважаемых партнеров из-за океана порядка двух тысяч единиц вот этих вот пушек класса М-3-7-ки, то было бы замечательно для того, чтобы украинские подразделения чем скорее вышли на государственные границы нашей страны, получить бы еще несколько сотен таких артиллерийских систем, соответствующее количество артиллерийских снарядов к ним, для того, чтобы украинская армия была более эффективной и чем скорее уничтожила врага, потому как мы прекрасно понимаем, что наиболее эффективная противостояние с таким жестоким врагом, как российская коллупационная армия, это физическое уничтожение российских солдат с оружием, уничтожение их бронетехники, их опорных пунктов и вообще всех сил и средств, которые используют российские генералы во время атаки на нашу государственную границу и на наши территории. Понятно. Хорошо, давай продолжим дальше. У нас еще осталось южнобужское направление, где Россия основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, сковывая дни наших войск, предотвращение перекидывания резервов нашей обороны на другие направления и для усиления восполнения потерь своих войск, их обеспечение перемещает территорию России, оккупированных Крыма, опять-таки вот эту самую снятую с хранения военную технику. На Николаевском направлении при этом с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перекинул войска и технику в направлении в этом направлении и на Криворужском направлении тоже ведет контрбатарейную борьбу. Что ты можешь сказать про Николаевское и Криворужское направления? По Кривому рогу российская оккупационная армия ведет практически непрестанно артиллерийский огонь использует реактивные системы залпового огня. Мы постоянно видим сообщения представителей местного органа самоуправления о том, что в тех или иных районах Кривого рога или населенных пунктов, которые находятся недалеко от этого города, происходят разрывы артиллерийских боеприпасов, ракет. Ситуация достаточно сложная, но там сосредоточены второстепенные, скажем так, войска российской оккупационной армии и события, связанные с недавней контратакой украинских подразделений на границе Николаевской и Херцовской областей, это абсолютно четко демонстрируют. Там, в районе населенного пункта Давыдов-Брод, украинские подразделения перешли в атаку, зашли вглубь оккупационных оккупированных территорий примерно на 9 километров, навели там достаточно серьезно в шороху и российская оккупационная армия вынуждена перебрасывать свои резервы для того, чтобы усилить этот участок российско-украинского фронта. В любом случае ситуация на Николаевском и Криворожском направления остается крайне сложным, потому как постоянные обстрелы с помощью артиллерийских средств ведут российские оккупационные войска, чего-чего, а снарядов к артиллерийским системам у россиян очень много, логистические цепочки работают, в том числе они работают через территорию временно оккупированного Крыма, тот всем хорошо известный Крымский мост используется как основной такой источник или основной такой коммуникатор, через который поставляются боеприпасы для российских оккупационных войск. И мы прекрасно понимаем, что все эти интеграционные процессы, которые затеяла Российская Федерация, строительство трассы Таврида, Таврида, строительство опять же того же Крымского моста, оно связано не с тем, чтобы обеспечить хорошую логистику для жителей Российской Федерации, которые время от времени приезжали в оккупированный Крым, а с целью обеспечения качественной, бесперебойной и эффективной логистики российских оккупационных войск. Теперь мы эту историю наблюдаем во всей красе и прекрасно оцениваем все перспективы. То есть до тех пор, пока мы не получим в товарных количествах артиллерийские средства, реактивные системы залпового огня, которые способны работать на расстояниях от 70 до 300 километров, при этом нанося высокоточные, буквально скальпельные удары по огневым средствам противника, по средствам доставки, по командным пунктам, по местам сосредоточения российских войск и техники, до тех пор затяжная война с большими потерями, в том числе территориальными потерями, будет продолжаться. В Туре, да, это Черноморско-Азовско-Операционные зоны. Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского моря продолжают выполнять задачи по изоляции района, ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки на Приморском направлении. Противникам блокируется гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря для невозможности украинной вывести зерно, например, которое у нас остается с прошлого урожая, и там, доставки каких-то продуктов в море. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель для ракет корабельного базирования «Калибр». Вроде как суммарный залп до восьми ракет. И также Россия наращивает военное присутствие на острове Змеиный. Вот, кстати, у нас есть, по-моему, спутниковый снимок недавний, 28-го числа, который показывает, что там даже появились... Во-первых, они пытаются поднять какой-то сбитый нами корабль, затонувший. И, во-вторых, по-моему, появились там системы залпового огня. А, извини, по ком они собираются этим залповым огнем? По-моему, градом? Он же не дальний. По ком они собираются стрелять? По торговым кораблям? Во-первых, с какой цель они пытаются поднять затонувший возле пирса катер класса «Серна». В свое время наши ракетчики отработали максимально эффективно, уничтожили этот катер и фактически к причалу к одной из причальных стенок не может подойти ни одно судно из состава Черноморского флота Российской Федерации. Именно с этой целью проводится это эвакуационное мероприятие. В то же самое время то, что россияне стянули на украинский остров Змеиный достаточно большое количество средств, в том числе противовоздушной обороны фактически они таким образом пытаются реализовать свою давнюю мечту обеспечить так называемый противовоздушный зонтик для действия российского Черноморского флота и его кораблей, подводных лодок, в том числе десантных кораблей в северо-западной акватории Черного моря. Будут ли они проводить десантную морскую операцию в направлении Одессы или же самопровожденной Приднестровской Молдавской Республики? Вопрос пока открытый. Но с учетом того, что российские ракетчики с тупым упрямством продолжают наносить ракетные удары по инфраструктуре железнодорожного моста в районе населенного пункта Затока возникает вопрос, что не теряет надежды российские генералы провести определенные мероприятия, связанные с дальнейшей аннексией части территории нашей страны и в этом контексте они пытаются задействовать в том числе и свою группировку войск, которая ныне дислоцируется на территории Приднестровской Приднестровской Молдавской Республики. То есть в любом случае силы обороны Украины в том числе и на этом направлении должны сосредотачивать свои усилия, дабы полностью контролировать ситуацию. Тем более в контексте тех событий, с которыми мы сейчас сталкиваемся, Российская Федерация занимает крайне жесткую и непримиримую позицию, отказывается разблокировать морские торговые пути для Украины, для того, чтобы мы имели возможность перемещать грузы как торговые порты Ильичевска, Южного и Одесса, так и из них. Поэтому, безусловно, ситуация остается достаточно сложной. Сил и средств украинской стороны, несмотря про декларирование о том, что мы получили британские системы, противокорабельные системы класса «Гарпун». Пока еще ситуация достаточно шаткая. Нет у меня полной уверенности в том, что мы полностью контролируем эту ситуацию и свидетельством того, вернее, этого является тот факт, что российские оккупационные войска достаточно вольготно себя чувствуют на украинском острове Змеиный, продолжают определенные мероприятия по усилению своих позиций на этом острове и я задаюсь вопросом, почему не проводятся соответствующие мероприятия. Но думаю, что такая постановка вопроса в общем-то не очень есть корректной, потому как у генеральному штабу командование военно-морских сил виднее, каким образом, когда задействовать имеющиеся у них силы и средства для уничтожения российских оккупантов на украинском острове Змеиный. Скажи мне, пожалуйста, Владислав, все-таки, а по ком они собираются стрелять градом? Они же со Змейного градом до Одессы не дострелят, правильно? Безусловно. Там по прямой до Одессы 130 километров. Ни град, ни точка У, ни СМЕРШ, ни УРАГАН не дотягиваются. А по ком они собираются стрелять? Они думают, что мы корабли туда отправим какие-то или что? Дело в том, что вполне возможно они опасаются проведения морской десантной операции, которую может организовать военно-морские силы Украины. Определенные силы и средства у наших моряков есть. Поэтому вполне возможно для прикрытия прибрежной зоны Украинского острова Зменины россияне пытаются создать такую группировку сил и средств, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня. Но абсолютно нелепое решение, потому как при наличии достаточного количества ракет класса Нептун или класса Гарпун эту операцию можно провести дистанционно. Война современного четвертого поколения подразумевает введение боевых действий на расстоянии 100, 120, 130 километров. Это если думать, что они собираются воевать с нашими военными кораблями. А если они собираются топить сухогрузы, которые будут вывозить зерно, это немножко другая история. То есть возможно они собираются их применять против мирных обычных сухогрузов. Мне кажется это достаточно безумная идея, но с учетом всех безумных... Вы же потопили по-моему корабль, который шел с грузом из Одессы какой-то по-панамски или какой-то страны неукраиней. С начала войны порядка трех кораблей абсолютно мирных, которые ходили в акватории Черного моря под флагами неукраины, получили повреждения. То есть российская оккупационная армия фиксирует северо-западную часть Черного моря как территорию, где якобы проводится некая контртеррористическая операция. Поэтому они стягивают туда свои корабли разных классов и считают себя в праве вести огонь по этим кораблям. Но опять же старая добрая истина. Путин, его генералы понимают только силу и в состоянии реагировать только на такие позиции. В том числе идти на определенные уступки. Поэтому те проекты, которые в настоящее время рассматриваются украинским дипломатическим корпусом, в том числе с привлечением турецкого военного флота для организации соответствующих торговых конвоев из Одессы, это, как по мне, хорошая идея. Будет ли она реализована, пойдет ли на это турецкое правительство, вопрос открытый. но то, что любой возмутитель спокойствия и хулиган мирового масштаба должен быть приведен в нормальное русло, для меня это совершенно очевидно. Когда этот процесс будет реализован, какими силами и средствами, вопрос пока открытия. Но в любом случае совершенно очевидно, что уговоры, примирение, попытки ублажить ни к чему хорошему это не приводит, а современная история человечества прекрасно помнит события порядка 36-39 годов минувшего столетия и к чему они в конце концов привели. Да, ну и теперь мы перешли к поставкам техники. О гаубицах ты в принципе уже все рассказал. Если можно, давай поговорим об РСЗО, вот этом американском, о котором все много говорят в последние дни. У нас, по-моему, даже есть видео, как оно работает. Если можно, прокомментируй, пожалуйста, почему оно так необходимо, когда оно появится уже на полях сражений и почему такая задержка какая-то происходит. И РСЗО класса МЛРС и реактивная система залпового огня класса Хемарис прекрасные, современные, высокоточные, высокотехнологические средства огневого поражения. Работают на большие расстояния, причем на расстояние на порядок больше, чем российские и советские аналоги класса Град, Смерч и Ураган. Он работает максимально точно, то есть отклонение ракеты от точки прицеливания составляет буквально несколько метров, причем реактивные системы класса Хемарис, они способны работать на расстояниях от 70 до 300 километров, то есть в зависимости от типа боеприпаса соответственно. И поэтому понятна истерика российского дипломатического корпуса, который крайне негативно воспринимает даже сообщение о возможном передаче этих реактивных систем для вооружения украинских подразделений. Вчера видел сообщение Михаила Подолек, который заявляет о том, что порядка 100 таких систем Украина получит. Прекрасная история, она значительно и кардинально изменит ситуацию на поле боя, потому как использование именно таких средств радикально меняет ситуацию на поле боя. Я уже говорил сегодня в эфире о том, что война современного четвертого поколения подразумевает нанесение огневого поражения противнику на расстояниях от 100 до 120 километров. И вот именно в этом контексте эти реактивные системы залпового огня являются максимально эффективными. Безусловно, рассчитывать на эти системы нам следует. Кстати, тут я не могу не вспомнить заявление бригадного генерала Бена Ходжеса, это бывший командующий вооруженными силами США в Европе, один из самых авторитетных. Он наш частый гость, когда у нас не прямые эфиры, он наш частый гость, потому что там требуется всегда перевод. Да, и вы, Татьяна Валерина, согласитесь, он реально крутой. И именно этот генерал неоднократно заявлял о том, что Российская Федерация будет пытаться пробить сухопутный коридор, будет пытаться выйти на гидроузел в районе Новой Каховки, чтобы бесперебойно обеспечивать Днепровской водой Крым. Фактически все его прогнозы вплоть до определенных временных показателей сбылись. Поэтому уровень его фаховости украинской, уровень его профессионализма, профессионализма и его понимания и оценки ситуации, он для меня является абсолютным авторитетом. Опять же, апеллируя к мнению Бена Ходжеса, хочу сообщить буквально следующее. Он считает, что при условии бесперебойных поставок современных систем, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем необходимых калибров, российская армия, во-первых, в ближайшее время будет нести колоссальные поражения, а по состоянию на август месяц украинская армия выйдет, ну, как минимум на границе фронта на середину февраля сего года. Поэтому на сегодняшний день критически важно украинской стороне получить именно эти системы залпового огня, равно как и дополнительные артиллерийские системы, дабы украинская армия могла действовать более эффективно в контрбатарейной борьбе, наносить максимально жесткие, максимально эффективные удары по наступающим подразделениям российской оккупационной армии, а в дальнейшем проводить соответствующие контрнаступательные действия по тем алгоритмам, которые подразумевают нормы и правила ведения войны четвертого пограния. То есть уничтожаются все огневые средства, живая сила и бронетехника противника, на расстоянии 120 километров далее проводятся определенные мероприятия по зачистке тех территорий, по которым проведено огневое поражение и далее огонь переносится еще на соответствующую дальность для того, чтобы полностью уничтожить, деморализировать противника и в конце концов выйти на государственные границы, всемирные законопризнанные государственные границы нашей страны. Так, Владислав, мы все прекрасно с тобой обсудили о том, как нам помогают Соединенные Штаты Америки и Великобритания. У меня тут есть вопрос от одного тоже зрителя, который прислали мне в личку уже, и он такой специфический, по поводу Германии, которая нам вроде как подтвердила поставки, подтверждала, а потом оказалось, что никаких поставок нет. И вот вопрос, два вопроса, они звучат так. Вот в связи с этими замедлениями поставок, какое влияние, если таковое имеется, имеют экс-штази или коммунисты, занимающиеся сейчас посты в Германии на ее нежелание, неспособность вооружить Украину. Ну и второе, эта группа ветеранов штази, коммунисты, видимо, хорошо известна и любима в самой Германии, раз ее сеть влияния позволяет не появляться публикациям о них, их именам, они не называются поименно, и они влияют настолько на политику Германии относительно Украины. Что ты можешь об этом сказать? И, кстати, о поставках, там танки, да, они, кажется, нам обещали поставлять гепард? Они обещали на систему ПВО класса гепард и БМП Малдер. И то, и то хорошая история, но, к сожалению, пока они к нам не пришли. И, в принципе, если мы говорим о поставках, то крайняя поставка от Германии для наших вооруженных сил была в конце марта. Мы получили Панцерфауст, это противотанковые гранатометы, и порядка полутора тысяч, и около двух тысяч приносных ракетно-зенитных комплексов класса Стрела-1. Причем выпущены еще были до развала Советского Союза, где-то в середине восьмидесятых, а помятуя о том, что определенные элементы на этих системах функционируют порядка 13-15 лет, можно представить уровень боевой готовности этих переносных зенитно-ракетных комплексов. То есть, есть вопросы. И я не готов сказать, используют ли в настоящее время украинская армия эти системы по признанному назначению, по причине того, готовы ли они к использованию или нет. Панцерфауст я лично видела в материале СНН, как один из военных показывал, что вот у нас Панцерфауст где-то под Харьковом. Я делаю акцент именно на противоракетные комплексы Стрела-1, еще советского образца. Про Панцерфауст ничего не могу сказать. Надеюсь, что они работают, эффективно работают и слава Богу. С чем ты связываешь вот эти недостатки обещания и невыполнения поставок со стороны Германии? Я тут и вас, и наших зрителей хочу вернуть к событиям далекого 1976 года. Строительство нефтепровода, которое всячески лоббировал небезызвестный Леонид Брежнев и прочее, прочее, прочее. Этот нефтепровод, а затем и газопровод создал соответствующие условия для создания так называемых коррупционных схем и определенного донатирования тех или иных политических сил в том числе и в Западной Европе. Я думаю, до сих пор мир разгребает последствия такого рода схем, реализованных соответствующими спецслужбами тогдашнего Советского Союза. И то, что в настоящее время есть очень мощное пророссийское лобби в достаточно широком спектре политических сил современной Германии, и не только Германии, Франции и Италии, я думаю, следует вспомнить в этом контексте. Безусловно, это очень серьезный риск для безопасного развития не только современной Европы, но и всего мира, потому как лоббирование интересов, продвижение определенных российских нарративов, саботирование тех или иных решений, которые являются совершенно очевидными и крайне важными на данном этапе развития человечества, все это приводит к тому, что мир находится в зоне серьезных рисков. С одной стороны, коррупционные схемы и разложение определенной части политических и бизнес-элит коллективного Запада, а с другой стороны, риски понимания того, что попытка умиротворить агрессора может привести к катастрофическим планетарного масштаба последствиям. Поэтому, безусловно, тут очень важный аспект, причем в этом смысле я апеллирую к здоровым политическим силам, представляющим коллективный Запад, ну и, соответственно, к ответственности соответствующих спецслужб. Опять же, не могу не вспомнить 14 лет руководства небезызвестной госпожи Меркель во время руководства, которой произошло катастрофическое снижение уровня боевой готовности бундесфера, огромное количество бронетехники было или распродано в страны Азии и Африки, либо же просто было порезано иголки. Безусловно, нынешнее состояние бундесфера, далекое от 100% боевой готовности, это следствие такого рода политики. С чем она связана? С лоббированием, с коррупционной составляющей, с непониманием стратегии развития человечества в обществе. В общем, это тема для отдельного исследования, но думаю, что придет время и мы все уже с ним все очень... Либо действительно коммунисты и штази все еще есть где-то в глубине внутри политической элиты. Бывших спецслужбистов не бывает. Факт очевиден. Хочу напомнить, если ты помнишь, в 2014 году мы такое как-то... Я произнесла на одном из заседаний о том, что мне все равно это вы делаете по глупости или вы работаете на нашего противника, потому что результат один и тот же. Безусловно. Мне кажется, что здесь, к сожалению, то же самое. Спасибо большое, Владислав. Напомню, что это был Владислав Селезнев, экс-сотрудник генштаба ВСУ, полковник. И напоминаю, что завтра у нас интересный эфир с Сергеем Дмитриевым. это капеллан Вооруженных сил Украины, священник Православной Церкви Украинской. И поэтому подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делайте репосты в ваших соцсетях, для того, чтобы как можно больше людей смогло увидеть эту информацию. Ну и увидимся завтра.